Пока детишки писали письма Деду Морозу, взрослые потихоньку начинали воплощать их мечты в реальность. Машинки, куклы, футбольные мячи, игрушки, которые можно было видеть только в своих лучших снах. А чтобы желания стали явью, нужен всего маленький шаг – захотеть. И многие взрослые очень захотели и приняли самое активное участие в проекте «Елка желаний». В этот раз волшебство случилось для ребят из Ясли сада номер 10. В нашем дошкольном учреждении 18 детей с особенностями психофизического развития. И в эти новогодние праздничные дни наши детки получили массу положительных эмоций, радости и счастья. И верится, что их желания в эти дни обязательно сбудутся. Дети с особенностями, они, конечно, отличаются от норматипичных детей. Но этим детям тоже нужны праздники, тоже нужны положительные эмоции, подарки, какие-то радостные моменты в жизни. Поэтому я считаю, что для таких детей тоже очень важно устраивать волшебные праздники. Стать добрым волшебником мог каждый неравнодушный. Для этого нужно было всего лишь выбрать открытку на «Елке желаний» и воплотить в реальность мечту малыша. Вот так Дедом Морозом и Снегурочкой для детишек стали Брестская городская организация Красного Креста совместно с волонтерами и их сказочными помощниками, неравнодушными людьми из различных организаций нашего города. С городской организацией Белорусского общества Красного Креста мы подготовили подарки для детей. С удовольствием ребята, студенты, волонтеры организовали такое мероприятие. Это добрая традиция, в которой мы участвуем. Всего за это время мы собрали свыше 300 желаний. И тоже нам закупили организации, которые участвуют, помогают. Поэтому по итогам мы поздравим свыше 300 человек, деток с Новым годом и исполним их желания. А детки, которых мы не знаем желания, получат подарки и сюрпризы. Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что сделал капельку добра. Но именно совместными усилиями мы создаем океан.